Здравствуй, Яна. Я хочу сыграть с тобой в игру. Ты понимаешь, почему ты здесь? Вспомни, что случилось 29 марта. А еще... А еще... Ты опоздала на стрим, все время что-то жрала, ушла раньше, а твоей богоподобной сестре пришлось отдуваться за тебя. В «Наказание» сегодня ты будешь смотреть все, все, слышишь все клипы Александра Пистолетова, пока не придумаешь идею для выпуска. Привет, мы сестры Неждановы, и это снова ПМС Геймс. Я стал новым пиратом, где же ты, мой фрегат? Яна, мне кажется, что эта фраза здесь не очень уместна. С недавних пор, мне кажется, что эта фраза уместна всегда, в любом контексте. И что у тебя на лице? Мне Рональд Магадональд нарисовал. Ну и, как вы, наверное, догадались, сегодня мы будем говорить о фильмах и об играх. И об играх и фильмах. Ну, короче, мы будем говорить о тех играх, которые были созданы по мотивам кинофильмов. Отлично! И какая первая игра? То есть, с логикой у тебя реально все плохо? А, ну ты же сказала, это Рональд Магадональд. Да. Первая игра по фильму Пила. События происходят между событиями первой и второй части фильма. В психушке, наполненной ловушками, людьми в эти ловушки попавшими, и всякими разными непонятками. Ну, а чего вы ждали еще от этой серии? Все довольно стандартненько. Вам даже дают возможность скрывать людей с целью покопаться в них и найти какие-нибудь предметы или подсказки. Сама по себе игра является экшен-хоррором от третьего лица. Боевка в ней присутствует, но не очень хорошая. Вообще, с точки зрения контроля и механики, игра местами проседает. Ну, а вы попробовали бы хорошо себя контролировать с Капканом на голове? Ну, вот загадки, задачки и всяческие сюжетные повороты очень годные. Несколько концовок к тому же. В общем, оценки игры разделились между очень низкими и довольно хорошими. Но свою основную задачу передать дух серии, игра справилась на ура. И после этого он встает, растягивает шаринку и начинает... Что, прям так и сказал? Прям вот так вот? Серьезно? Он тебе вот... Господи, ты такая классная! Ты... Ты... У тебя ты покрасила, что ли? Давай потанцуем! Симулятор босса мафии. Пошаговая стратегия, в которой вы заправляете своим наркокартелем. Положите ноги на стол, рассказывайте всем, что вы делали с их мамами и мнениями и обсыпаетесь мукой. Что еще нужно для счастья? Перестрелки на улицах и подкупы, разделы территории и Майами – идеальный способ провести вечерок после просмотра фильма. Но не больше этого. К сожалению, геймплей довольно однообразен, сюжет не особо интересен и даже мультиплеер не спасает. Особенно мне нравится название этой игры. Скорфейс, Моней, Полу, Респект. Знаешь, таким же успехом можно было бы выпустить симулятор видеоблогера? Да, я уже представляю русский видеоблогинг. Деньги, власть, уважение. Сколько все-таки игр было создано по мотивам фильмов? А сколько фильмов было создано по мотивам фильмов? Если ты, конечно, понимаешь, о чем я. Там названия такие интригующие. Да, слушай, а представь, если бы голливудские режиссеры вдохновлялись бы картинами порно-режиссеров. Ну, то есть, наоборот, бы это все происходило. Ага, то есть, и делали бы свои высокохудожественные пародии по мотивам порнухи, да? Где-то в параллельной вселенной. Вы знаете, мы, на самом деле, хотели вас поблагодарить от всему сердцу. Спасибо вам огромное за такую возможность. У нас вот на последнем концерте... В связи с сокращением финансирования, мы вынуждены вас уволить. Подождите, подождите, а что значит уволить? Можно узнать? А, а что страх у канала? А что, подождите, а мы же тренировались? А на полгода вперед у нас концерты расписаны? Мы же тренировались ежедневные, мы не спали ночами. Вот это, что это такое? На ваше тело у нас тысячи выступало. Это нормально, да? А вот это, что я взорвала. А вот это, что я взорвала полностью в зал. Идите в зобу! Вернемся к теме. Помнишь фильм «Помидор-убийцы»? Да. Ну вот не поверишь по нему, тоже есть игра. Игра 91-го года, и, о боже, это платформер. Кто бы мог подумать, только в этот раз вместо гумбы всяких черепашек вы будете превращать в кровавое месиво зловных, талатов, мудантов, убийц с целью прорваться к их лидеру. В общем, счастье, радость, месиво, ми-ми-ми. Хороший дизайн на уровне, несколько интересных механик и разнообразные противники с парой боссов. Что еще нужно маленькому помидору-ненавистнику в 91-м году? Яна, я, кажется, знаю, наш папа «Помидор-убийца». Это почему? Ну, он когда напивается, он тоже рожа красная, в комнату к нам закатывается, и давай все гранить. Зато при меня есть четыре фильма и детская книжка. А, кстати, игра наводит на мысль о том, что вегетарианцы что-то знают, и не зря они истребляют все эти растения. Ращения. Если девушку кормить поздно вечером, намочить ее новую прическу и внезапно включить свет, то она может превратиться в чудовище. Да, все это напоминает повадки гремлинов. Короче, кто еще не понял отсылку, обязательно посмотрите этот фильм. Ну, я думаю, вы все его смотрели. Я не смотрела. Вот, касательно игры. Я реально очень люблю людей, которые не заморачиваются на тему логических нестыковок. Тыква. Прямо как мы. Лай. Ну, подумай сама, гремлинов как бы нельзя поливать водой. Один уровень в канализации. А, ну да, ну да. То есть их тоже нельзя перекармливать, при этом один уровень на кухне и явно в полной темноте. Осталось как бы штуку со светом нарушить, и вообще тогда полный комплект получается. Gremlins 2 The New Badge. Игра вышедшая в 1990 году в один год с одноименным фильмом. И внезапно она неотвратительна. Довольно стандартная для своих лет, но твердый среднячок. А уж наличие милого гизма и весьма неплохого саундтрека так и вовсе поднимают ее выше середины. Но, как вы догадались, сегодня мы много внимания уделяем всякому ретро, а больше про него и не скажешь. Кому-то приятно сидеть и ностальгировать, а кому-то по барабану. И да, в этой игре тоже есть томаты-убийцы, но не можем мы от них отойти. Always look on the bright side of life. Кто узнал молочинки, а те, кто не узнал, даже как-то стыдно за вас получается. Ну да, мы решили выбрать не одну игру, а целую серию, связанную с одной темой. Да, это игры по фильмам британской комик-группы Monty Python. И в связи с этим оставляйте в комментариях, о какой ваш любимый скетч у этих ребят. А здесь мы хотели, кстати, оставить шутку про одно римское имя, но мы девочки, поэтому давайте как-то поприличнее. Три игры, сделанные студией 7th Level по трем их фильмам. Смысл жизни, трата времени и Святой Грааль. Все это сделано в одной стилистике. По сути, даже не столько это игры, как, наверное, еще один взгляд на сами фильмы. И шутки из них, и куча видеовставок, никаких заморочек с анимацией. Все простенький саккусов. Конечно, как и все остальное, что связано с британским юмором, это подборка очень даже на любителя. А на этом, пожалуй, мы сегодня закончим наше погружение в мир кино и игр. Да, мы знаем, что многое не упомянули, особенно какие-то новые игры по мотивам фильмов и по мотивам мультфильмов тоже. Да, но мы решили все-таки взять то, о чем вы, возможно, не знали. Так что... И всем пока и до новых борщ. Приходите на стрим, кстати, 29 числа апреля. Нет, не надо! Ну не надо, фу-фу!